Вообще президент России никому ничего не должен. Начнём тогда с саммита ШОС. Это важно. Вообще, на ваш взгляд, Юрий Евгеньевич, ну, анализируя прессу, анализируя источники публичные, у вас сложилось впечатление, что Кремль ничего не добился от, как минимум, Пекина, да и от Дели тоже, по-видимому. Поскольку комментарии я слышал о том, что Путин оправдывался, говорил, что хочет побыстрее закончить операцию. Какое ваше впечатление, Юрий Евгеньевич? Ну, впечатление абсолютно такое же, как у вас. Действительно, было очень большое значение, видимо, при подготовке визита Путина в Самарканд и участие в этом саммите ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, придавалось встречам с Си Цзиньпином и с Нарендной Моди, руководителями двух стран, которые, двух государств, которые рассматриваются в Москве как главный, ну, по крайней мере, политический резерв, если говорить об Индии, и военно-политический, и военно-технологический, если говорить о Китае. Но, судя по всему, ничего не получилось. Действительно, во время, причем Путин, в общем, понимал, как я думаю, я в этом уверен, понимал, что весьма критически относятся и в Пекине, и в Дели к тому, что делает Москва в Украине. Ведь он и на встрече с Си Цзиньпином, и с Моди, произнес примерно одну и ту же фразу. Да, мы знаем, что у вас есть вопросы, у вас есть некоторые сомнения относительно происходящего в Украине, но я постараюсь вот эти ваши сомнения развеять. Но не развеял. Не развеял, и вот почему. Значит, для того, чтобы понять, что думает Китай или китайское руководство, нужно посмотреть, что именно было в сообщении китайского МИДа, который примерно на полутора страницах довольно убористого текста рассказал об этой встрече. Там было сказано, что основная часть этого текста, сообщения Китайского Министерства иностранных дел, была посвящена тому, что говорил товарищ Си. А Си говорил обо всем. О региональных проблемах, говорил о том, как развивается сотрудничество с Россией, но имел в виду, скажем, и спорт, и культуру, и так далее. Ни слова о двух вещах не было сказано, о двух вещах, которые очень важны для России. Не было сказано ни слова о том, что Китай поддерживает или, по крайней мере, понимает позицию России, или там логику, или мотивацию в действии России в Европе или в Украине. Не было сказано даже о Европе ничего. Вот вообще такое впечатление, что Си тщательно избегал, ну, по крайней мере, в этом сообщении, тщательно избегал каких-то упоминаний об Украине. Хотя, на самом деле, об Украине, видимо, об Украине прежде всего речь на встрече с китайским руководством у Путина и шла. Но если об этом китайцы ничего не сказали, это значит, что позиции двух сторон абсолютно несовместимы. Что мог просить Путин? Путин мог просить несколько вещей. Мог просить вооружение, мог просить боеприпасы, мог просить какие-то компоненты, комплектующие для военного производства. Но, повторяю, ничего об этом не было сказано. Оговорилось о том, что торговлю нужно, конечно, развивать, нужно развивать культурные отношения, нужно развивать спортивные, нужно заниматься региональными проблемами, имея в виду, прежде всего, центрально-азиатский регион, где есть очень серьезный очаг против, значит, такого напряженности и нестабильности. Это Афганистан. Вот об этом, ну, об этом ничего не говорилось. Теперь, что касается его разговора с Моди. Он произнес ту же самую фразу. Я знаю, что у вас есть вопросы, есть какие-то там сомнения, опасения и так далее. Но в ответ, в ответ Моди сказал, что вообще 21 век это не век войн, это не время войн, борцуны. Про ци иранские беспилотники, шахид, которые уже сбиваются на территории Украины, которые, например, уже используются, и РФ, и, на превеликий жаль, Иран таки постачает. Про них трошки, если вам известно, какие-то специфические моменты с приводом этих беспилотников, то можно про них трошки поговорить. Ну, их, если бы ради позитивные характеристики, это досить высокая швидкость, даже не досить, это высокая швидкость, как для БПЛА, и это автоматично ускладывает работу наших систем противоповетряной обороны, потому что там не встигше засекти их, уже ци беспилотники спрацьовывают. Вони вилетают уже після дорозвитки, тобто вони в основном не занимаются повітряною розвиткой, повітряною розвиткой занимаются другие засоби повітряної розвитки, там інші БПЛА маються на увазі ті же лани и тому подобное. Ось, вони подтверджують ціль, потім уже вилетает иранский беспилотник цей, и здействует там знищение тієї чи іншої нашої, на жаль, техники, або скупчения пихоти. Перший момент, це досить велика дальность, вони запускаются спускових установок, і там, якщо мені не зраджує память, дальность там навіть до тисячі кілометрів. Зрозуміло, що на таку велику дальность їх не застосовують, тому що чим більша дальность, тим більша похибка ось цього влучання. Тому там на тисячу кілометрів та похибка вже є значною, тому їх застосовують на значно ближчих відстанях, застосовують спускових установок, які знаходяться в основном на транспортних засобах, їх може там по вісім вилітати. І, відповідно, вони підтверджують цілю в режимі реального часу і знищують, якщо влучають. Тому що, я вже кажу, похибка там все одно є, там немає такої точності, як, приміру, ракети Кінжал, яка там 150 метрів. Все одно є можливість того, що або може бути якась несправність, таке вже теж фіксували, фіксували те, що ці безпілотники падали самі по собі, не будучи збитими, тому що були якісь технічні несправності. І фіксували те, що все одно є якась погрішність точності. Але все одно вони досить ефективні, і з ними потрібно боротись контрзасобом. Наскільки я знаю, що там вже були деякі звернення, і до американської сторони, щоб постачали найбільше систем протиповітряної оборони, або якщо ми кажемо про контраргументи, це більше знову ж таки безпілотних літальних апаратів саме системи Камікадзе, які є у США також. Ну дійсно, і в сьогоднішньому ефірі ми теж споминали про те, що розмови про постачання зброї, вони люблять в тому числі і тишу. І дуже сподіваємося, що ось це переформатовано прислів'я є дуже ефективним у співпраці з нашими західними партнерами, з нашими союзниками станом. Но зараз і в частині того, про що ви, Андрію, говорили тільки що з нами. Дякуємо. Дякуємо дуже вам за... Так, скажіть, будь ласка, Андрію. Я підтверджую, що ваше слово в мене хороший мій знайомий, побратим Тарас Шмут, керівник фонду «Повернись живим». Він також дуже влучно всі час сказав, що дійсно, ось усі питання, які стосуються озброєння і техніки військової, потребують тиші для того, щоб постачальники цієї зброї, техніки, були впевнені в тому, що зайва інформація не просочиться. По-друге, щоб ворог, знову ж таки, не очікував постачання тих чи інших засобів, які можуть значно вплинути на перебіг подій саме на лінії зіткнення. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.